В принципе, можно начинать. Я думаю, все, кто хотели, уже собрались. Итак, меня зовут Сэндон Самарский. Я работаю в компании «Экономик», так же, как и предыдущий «Деклач». Собственно-вотные контакты, гектаровский аккаунт, блог и твиттер. И сегодня, несмотря на то, что это .NET Saturday, и вроде бы мы должны разговаривать о .NET, США и все остальное, а мы поговорим немного о JavaScript. И причина тому – веб. Итак, кто из вас работает с веб-проектами? Ну, смысла… абсолютное большинство. И, конечно же, мне в нем рассказывать, насколько они сейчас популярны, что они становятся все сложнее, больше, и без клиентского JavaScript там никак не обойтись, потому что есть огромная куча примеров, и Google этому способствует, что все работает на клиенте, он даже ничего не знает, всяких предыдущихся мид-форм и все остальное. Все работает на клиенте, и как бы все отлично. На самом деле, как и любой другой .NET программист, как большинство… Я не работаю в JavaScript, не люблю в JavaScript больше. Что? И то, что не люблю… скажи так, он другой. Ну все. Ты со мной не дружишь, да? И то, что не люблю, просто он другой. Он, конечно, классный, гибкий и все остальное. Но он отличается от C-Sharp, конечно же. Иногда работать с ним бывает довольно тяжело. Честно, нет? Ну, собственно, примерно несколько месяцев назад у нас с компанией экономим насыщенное веб-приложение. Там JavaScript измеряется десятками, может, тысячами, может, даже десятками тысяч срок JavaScript-ового кода. И несколько месяцев назад у нас возникло, когда мы задеплоились на production, наши клиенты попробовали, у нас возникли некоторые проблемы в JavaScript. А в частности, в работе со синхронными операциями. То есть, у нас куча классов, которые… клиент в нем работает с нашей табличкой, заполняет свои финансовые данные и, собственно, на бэк-энде шлются реквесты на сервер, получаются респонсы, данные сохраняются, загружаются и все остальное. И это все нормально работало, но в какой-то момент оно стало глючить. Оно то сильно загружает сервер, то показывает сообщения об ошибке пользователю. И, собственно, было принято решение разобраться, что там не работает. Капитал очевидный. И проблема обнаружилась именно как раз в работе с синхронными операциями. То есть, у нас был объект, который назывался очередь Q. Это был довольно сложный объект. У нас там несколько сотен строк JavaScript-кода. И он принимал операции, то есть, на самом деле, коллбеки. Каждая операция по-сложному выставлялись в приоритеты. И он в зависимости вставлял это друг за другом и выполнял в зависимости от приоритетов. Ну, никто бы туда не лез, если бы она работала. Ну, так как она плохо работала, туда решили полезть и зарубить все эти приоритеты, сделать его гораздо проще, но чтобы она работала быстрее и надежнее. И я, значит, готовился к тому, что это будет вынос мозга, что это будет просто бессонные ночи, JavaScript не будет снится. Но нам на помощь пришла одна идея и одна тула, которая решила все наши задачи, как ни странно, довольно быстро, сравнивая за короткий промежуток времени. Буквально за два спринта. Мы полностью выбросили все, что было старое, заменили его на новое и оно работает. И как-то уже прошло 3-х несколько месяцев на продакшене, работает неплохо. И, соответственно, меня это так вдохновило, эта тула, которая, на самом деле, не медники космических технологий, она довольно простая, что я решил о ней поделиться и вам рассказать. Итак, сегодняшняя адженда довольно простая, то есть как бы работать здесь со синхронными операциями. Потом мы рассмотрим идею, паттерн, которую предложили ребята из CommonJS под названием PromiseAid. Посмотрим, какая реализация эти есть при помощи jQuery. Посмотрим, собственно, на реализацию jQuery Deferred Objects. И примеры, примеры, примеры. То есть теорий будет совсем мало, но будут примеры. Итак, начнем по порядку. То есть как мы работаем с JAX? Собственно, все, наверное, видели и знают, что это такое. То есть мы шлем при помощи jQuery опять же. Мы шлем JAX запрос, туда передаем объект. в котором у нас есть параметры. Еще секунду. Передаем параметры и, соответственно, у него есть поля, куда можно передать коллбеки. В данном случае это анонимные функции, которые будут вызваны, когда JAX закончится, выполнится. То есть у него есть success, есть error и есть complete, который выполняется независимо, была это ошибка или не была ошибки. И это все работает неплохо. До тех пор, пока приложение становится чуть-чуть сложнее, чем это. То есть примерно у нас звучит так, что какой-то мы получаем JSON сервера, проверяем его response там же, проверяем, делаем какие-то параметры, делаем пост, и это все хорошо. Но на самом деле, когда много классов, и они все должны друг с другом взаимодействовать, и приоритеты между вот этими запросами и реквестами может меняться, и довольно сложная логика, с этим работать неудобно. Кроме того, это практически невозможно протестить. Мы пытаемся применять TDD, и, собственно, здесь очень плохо работает. Поэтому в jQuery с версии 1.5 появилась интересная возможность, которая позавимствована у ребят из CommonJS. Она заключается в том, что если у вас выполняется эстетичная операция, вы не в нее передаете callback, а она возвращает некоторый прокси-объект, то есть в каким-то immutable прокси-объект, с каким-то фиксированным контрактом, в который можно уже передать callback, и они вызовутся, когда, собственно, породитель этого промиса и доинициирует. То есть как оно... Существует несколько реализаций этого промиса, в том числе и на популярных клиентских JavaScript фреймворках, таких как jQuery, Dojo и, конечно же, на модном Node.js. Там существует несколько, по-моему, 5 или 6 реализаций этого промис-паттерна. И сегодня мы остановимся как наиболее распространенном jQuery реализации. То есть выглядит оно примерно так. Ну, тут, конечно, мелко, но я потом объясню об этом более подробно. То есть это просто простой объект, у которого есть фактически три состояния. Оно создалось. Первое состояние pending или состояние ожидания ничего не произошло. И дальше оно может перейти либо в состояние result, то бишь успешно завершено, либо в состояние reject, то бишь отклонено или произошла ошибка. Собственно, на этом мои слайды и заканчиваются. Дальше переходим к примеру. Ну и, конечно же, по ходу можете задавать вопросы, попробуем разобраться, что у нас так. Так, итак, наш простой пример. Я возьму промок Джейс Фидл. Наш простой пример. Сейчас, только надо увеличить немножко. Как это можно сделать. Так, как-то, может, не самый лучший вариант. Сейчас. А вот это совсем плохо. Нажми мин плюс. Мин плюс. Ты думаешь, поможешь? Ой, нет. Это совсем. Не совсем то, что минус. У меня 300%. Сейчас, так надо теперь это выключить как-то. Не вылез. Нет, на самом деле. Наверное, это не самый лучший способ, но в данном случае. У нас, получается, есть тот же самый аджак запрос, в котором мы подписываемся на success и error. Постараемся в jQuery с версии 1.5, которая вышла примерно год назад и сейчас совершенствуется. Версия 1.7 – это уже более дополненная, исправленная версия. Это promise. Аджак запрос возвращает переменную. Такую переменную. Упс. Так называемый promise. Который представляет собой контракт, который мы потом посмотрим больше в дебаге. И, что замечательно, он предоставляет, что теперь на этот promise можно подписаться. То есть, у него есть метод done, у которого есть тот же function. То есть, мы можем фактически его скопировать отсюда. Допустим, как-то так. У него есть function, которая скобочка, наверное, нужна. И такой же у него есть метод, называется fail. То есть, фактически, это называется подписываться на событие. Либо оно было успешно завершено, либо это событие не было успешно завершено. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Соответственно, работает оно, скорее всего, точно так же. С небольшими изменениями. Попробуем допустить. Работает оно точно так же, но здесь, на самом деле, есть большое довольно отличие. О том, что теперь этот объект возвращает promise. И на него, его можно уже возвращать куда угодно и подписываться на это где угодно. В частности, давайте проверим, что если мы сделаем здесь какой-нибудь другой тип. И произойдет ошибка. В чем замечательная такая штука? Что, во-первых, оно возвращает объект. Сейчас покажу, постараюсь показать это в дебаггере. Если это возможно. Скрипты. Ух, это сложно, наверное. Ну, возможно. Так. Он или здесь? Нет? Не выполнился. Он просто тип другой. Ужим его. Да. Ну, хотел... Будь здорово. Хотел показать просто, какой тип, но на самом деле у него есть несколько свойств. Мы к ним позже вернемся и рассмотрим подробнее. Упс, а почему случилось? Она, старый стал. Хорошо. Мы можем идти в консоль. Просто не сохранилось. Дешборд. И перейти все-таки в тот пример. Еще раз секундочку. В чем еще интересна эта штука? Что, на самом деле, на этот Promise можно подписаться несколько раз. К примеру, если мы хотим... Здесь это хоть два раза, хоть три раза. Сколько мы захотим. К примеру, здесь будет Success 2. Здесь будет Success 3. Они все тоже выполнятся. И просто выполнятся один за другим. То есть, станут в очередь. Конечно же, у него есть еще один прекрасный метод. Называется Always. Который выполнится независимо от того, выполнился запрос или не выполнился. Always. Сейчас. И тут напишем Always. Попробуем запустить. То есть, Always. 3 почему-то. И независимо от этого, было или нет, он сюда тоже вызовется. Это, конечно, уже становится легче работать с аджаксами. И когда... Сейчас, секундочку. И когда у вас уже несколько таких реквестов, гораздо более... Гораздо проще организовать их и уменьшить связанность кода. Другой пример, который у меня есть, это, к примеру, работать уже с двумя аджакс-запросами. К примеру... Сейчас, секунду. Просто я хотел набирать на ходу, но это получается очень долго, с неудобного разрешения. Поэтому просто надо смотреть на примеры, которые уже заранее были подготовлены. Собственно, здесь у нас есть два аджакс-запроса. И следующая прекрасная штука, которая имеется в jQuery, это то, что можно проверить и подписаться на when, когда оба они были сделаны. Сделается при помощи jQuery when-then комбинации. То есть, первый запрос у нас вернул в переменную аджакс-1, второй аджакс-2. Когда оба они будут выполнены параллельно. Это, кстати, можно тоже проверить. Но я боюсь это уже показывать, потому что, скорее всего, это будет не видно. Консорная не нужна. Можно поднять. Network. Запустить его. И, собственно, видно, что... Я не знаю, видно или нет, но видно, что эти два запроса выполнились параллельно. То есть, независимо друг от друга. И сообщение на экран VIP написалось только, когда они оба были завершены. Следующий пример. Это интересный тоже. Что если нам запросы нужно выполнять по очереди? К примеру, первую и вторую можем выполнить вместе. К примеру, скажем, получить пользователя, сохранить пользователя. Или там, получить пользователя, получить роль. И когда мы получили пользователя роль, мы, к примеру, можем что-то сохранить. Тогда мы можем поставить запросы в очереди друг за другом. То есть, это делается тоже элементарно с помощью функции pipe в jQuery. Сейчас покажу. Вот как она выглядит. То есть, тут немножко, чуть-чуть сложнее. То есть, первый запрос у нас есть пост, который получает данные. К нему добавляется pipe, это имеется от сокращения pipeline. К нему добавляется делегат фактически, который вызовется второй пост, когда первый завершится. То есть, и если посмотреть, опять же, посмотреть network, то замечательная особенность можно увидеть, что они выполнились друг за дружком. То есть, на самом деле, это круто. Что так просто, можно это контролировать. И это относится не только как к Джаксу, на самом деле. Это относится к осемной синхронной операции в jQuery. Такие, как, например, анимация. Я покажу ее позже. И вы можете создавать ее сами. То есть, тут был, конечно, пример со Джаксом. Только то, что уже готово в jQuery. Но интересно будет посмотреть, как сами можно это сделать. То есть, это можно сделать просто... Упс, опять русский. Мы просто создадим какую-то переменную. Там, function какой-нибудь. Которая, предположительно, будет выполнять операцию, скажем, дольше запланированного. Она будет несинхронная. Мы можем очень просто создать deferred объект. Он создается при помощи jQuery.deferred. У него есть конструктор. Я покажу его чуть-чуть позже. Но он может быть пустым. У него можно писать ключевое слово new. Но это не обязательно, на самом деле. То есть, в этом состоянии мы просто создали этот объект. Он очень легковесный, очень простой. Но главное его отличие от promise в том, что promise это просто imitable proxy объект. То есть, на него можно только подписываться. Разница в deferred, что это точно такой же promise, но его состояние можно изменять. На самом деле, в два стейта. Либо в resolve, либо в reject. Ну, еще какие-то сообщения. И, собственно, как это можно сделать. Deferred.resolve. Resolve. Собственно, за resolve этот deferred объект, и мы можем его вернуть наружу. Какой-нибудь deferred. Как этим можно воспользоваться? К примеру, функция выполнить. И когда она будет выполнится, сразу подписаться на done. И, например, вывести на экран сообщение. Какой-нибудь jQuery.bunny.append. Какой-нибудь message. Типа done. Сейчас, если оно заработает. То есть, вот оно заработало. Вывело сообщение done только, когда он был зарезонен. Конечно, сейчас это может быть им очень видно. Но можем немножко усложнить пример. Например, это будет выполниться resolve с какой-нибудь задержкой. Сделаем он в sayTimeout. Повышим. И в таймауте, сделаем, скажем, через одну секунду. Сделаем этот resolve. И, соответственно, перед этим, когда вот в конце, чтобы всем было интересно. Практически скопируем эту строчку. Упс. То, что так нельзя. Походу не работает, что-то катает плохо. Сделаем с типа старте. Так. И можно заметить, что, собственно, сначала выполняется старт. Через одну секунду. Или можно сделать этот таймаут больше. Чтобы это было заметнее и сильнее. Начинается какая-то операция. Через три секунды она будет выполнена. И на нее можно подписаться. То есть, крутость заключается в том, что этот deferred объект возвращается наружу. Его можно легко мокнуть, если вы используете, практикуете TDD в любом фреймворке. JS Makito, Jasmine, что вам больше нравится. И, соответственно, тестировать компоненты независимо друг от друга. То есть, можно даже не трогать этот симулятор аджак запросов, который, как правило, идет в поставке с Jasmine и все остальное. Следующий пример, который хочу показать, это, собственно, как можно пользоваться конструктором. То есть, на самом деле, внутри deferred есть конструктор, можно передать. Который себе представляет ничего более, а просто как функцию, которая может управлять этим deferred объектом внутри. То есть, я вот так и сделаю. Тут напишу еще какую-то функцию. С форматированием беда, конечно, будет. Function. Внутри этой функции ваш контекст, это, соответственно, это deferred объект. То есть, к нему можно обращаться с this. Но так как мы переходим в timeout, я думаю, нужно здесь bind этого контекста, чтобы можно было его зарезолвить из этой функции setTimeout. И здесь поставим this. И постараемся выполнить наш запрос. Все работает, по идее, да, все работает так же само, но только немного более компактно. То есть, передается в конструктор. Окей, это работает. Далее хочу показать более настоящий пример, который встречается в жизни. Сейчас покажу его. Это как, в зависимости от ситуации, этот deferred объект может быть поставлен, где-то, наверное, здесь, потерялся. Либо resolve, либо reject. То есть, тут мы просто генерируем какое-нибудь случайное число, проверяем, чётное оно или нечётное. И в зависимости от этого вызываем done или reject. То есть, соответственно, тут в зависимости от случайных чисел можем это проверить. То есть, очень простая реализация, но в то же время предоставляет очень мощный инструмент для работы с такими синхронными операциями. Кроме того, в этот resolve, reject, как можно догадаться, можно передать свои аргументы. К примеру, у нас есть число, number, пусть будет оно вот это, вот это число. Кажется, правильно написал, только забыл скобочку. Мы также проверяем его, было ли нечётное или нечётное. Но только внутрь можем передавать аргументы. То есть, на самом деле, количество аргументов может быть какое угодно. Внутри получателя оно придёт в качестве массива аргументов, number. И, соответственно, здесь всего в этой функции этот аргумент получить. Number и done, скажем, какой-нибудь плюс. Сейчас, секунду. Плюс. Да, я сейчас постараюсь. Оно, конечно, становится очень плохо форматированным, но не знаю, можно эту штуку справа спрятать? Файрбак. Файрбак? Это отличная. Просто придётся перезагружать, и тогда файрбак не поможет. У меня есть пэнелс. А, здесь сирио пэнелс. По-моему, лей-аут может быть. Пэнелс? Да, ну, в менюшке с кем. Угу. Это может занять zss. Ну, ладно, продолжим. То бишь, в нашу функцию можно вернуть это число и попробовать выполнить скорее. То есть к нам вот возвращается число, которое вот сейчас fail, но да, оно возвращается каким-то аргументом. Да, fail не написано, но да, не вот генерируется какое-то случайное число, 92, когда на счёт оно выполняется. То есть на самом деле можно передать туда любые аргументы. Существует также модификация этого resolve с параметром with. Тогда вы можете туда передать ещё и контекст первым параметрам. То есть this вот в этой функции, это будет ваш контекст. Собственно, так и работает. Идём дальше. Да, да, да. Непонятно, ну, Resolve Reject это как-то сработало или не сработало? А, Resolve Reject это получается аналог success-error в предыдущем. Они просто их переименовали. То есть на самом деле ты можешь пользоваться Resolve Reject это просто перевести его из состояния penning. Из одного состояния изначального во второе состояние, скажем, отменено или выполнено. И, соответственно, на них потом подписываться. Перевести в это состояние можно только один раз. То есть если оно было переведено в состояние какое-нибудь кроме penning, скажем, reject, вернуть его обратно уже нельзя. То есть это сделано специально, чтобы возвращался mutable promise и не путало дальше код. То есть если вам нужно создавать ещё, они очень легковесные и с ними просто работать. Следующий такой best practice совет, это то, что если вы выполняете какую-то операцию, возвращать нужно, как правило, редонный объект, чтобы, так сказать, promise, чтобы нельзя было модифицировать извне. То есть, скажем, если вы запустили какую-нибудь анимацию, у вас крутятся эти шарики, вы вернули просто обычный deferred объект и кто-то, кто-то следом сделал просто ему Resolve. Соответственно, эта анимация закончится, она не сможет перевести его в состояние Resolve, произойдёт exception и всё упадёт. То есть рекомендуется возвращать именно promise. Хорошо. Получается, следующий пример, который я хотел бы показать, это как получить собственное состояние объекта извне. То есть у него есть функция, которая называется state. Сейчас я её покажу. Её просто можно читать. То есть она просто ставит простой метод state, который можно прочитать и получить результат, собственно, текущее состояние объекта. Например, сейчас мы его создаём, проверяем его state, добавляем какую-то функцию, опять проверяем его state, он по-прежнему pending. Добавляем несколько функций, done, fail, always. И, собственно, вводим этот state. То есть если мы поменяем его на reject, то результат будет, что он будет два раза pending, потом будет rejected. Потому что у нас один fail, другой always. А вот подписку на done можно отменить, если её сделали? Ну, то есть много done вызвано, а они решили потом... Нет, на самом деле... Нет, этого сделать нельзя. И они объясняют это тем, что они собираются делать проще, как можно проще. То есть если у вас... Я просто не могу себе представить ситуацию, когда нужно сменять данные. На самом деле вы можете просто создать какой-нибудь под deferred объект, ну и таким образом решить эту проблему. Следующий пример. Например, у нас куча синхронных операций динамически создают вот эти deferred объекты, эти маленькие синхронные операции. И в каком-то месте в бизнес-логике нам нужно сказать там, сохранить данные. Но только когда все они были выполнены. То есть у нас фактически динамический массив, так сказать, этих объектов. То есть на самом деле так тоже можно решить эту проблему, но это немного не в документации. Но тем не менее на блогах jQuery это есть. То есть как работать с массивом таких элементов. Сейчас, секунду. Не очень удобная навигация, конечно. В чем она заключается? В том, что вот у нас есть, например, один объект, который выполняется через одну секунду, и второй объект, который выполняется через две секунды. Вместе они образуют целый массив. Есть подписчики на один, на одно событие, на второе событие. Но нужно уловить момент, когда оба они были завершены. То есть для этого можно использовать функцию apply JavaScript. Просто вызвать when apply. Передать туда контекст не нужен, поэтому null. И, соответственно, массив аргументов, то бишь целый массив этих promise объектов. И когда они все будут выполнены, можно на это подписаться и получить это событие. То есть я постараюсь его еще раз запустить. То есть оно начало работу. Первый завершился, второй завершился. И когда завершился второй, собственно, написало сообщение, что все они были выполнены. То есть на самом деле это тоже очень сильно упрощает жизнь в работе. Ну, собственно, это все были все простые трюки, которыми владеет deferred объект. Кроме последнего, это он может сообщать о статусе, который он имеет. Сейчас, секунду, если я могу его найти. То бишь, если у вас операция какая-то занимает довольно большой промежуток времени, и вы хотите информировать ваших подписчиков, на какой стадии вы заходитесь, к примеру. То есть есть функция, которая называется Notify. В чем у нас заключается? В том, что, к примеру, вот у нас есть объект. У нас есть несколько тайм-аутов. И с помощью функции Notify мы можем передать туда какие-то аргументы. К примеру, в данном случае мы просто сообщаем количество происшедших секунд. Первый раз первая секунда, второй раз вторая, и на третьем мы делаем Notify и Resolve. Или, к примеру, вообще Notify не делаем. Сразу делаем Resolve. Подписываться на это можно с помощью метода Progress. Туда тоже передается callback, в котором, получается, передается аргумент. В данном случае секунда. И он, собственно, помещает на экран о том, сколько это пришло времени. То есть тоже очень удобная штука. Ну, собственно, это все базовые понятия, которые были от Deferent. Объекты, базовые функции. Теперь как их можно использовать? То есть я подготовил самые примитивные примеры, которые везде в интернете. Это как реализовать простой кэш с помощью Deferent объектов. То есть Simple Cache. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть какое-то сообщение. Я постараюсь опять увеличить его. Наверное, я могу это сдвинуть. Так вот и правильно. У нас есть какой-нибудь функция, которая возвращает сообщение. У нас есть кэш. Это просто пустой объект. У нас есть функция, которая считает, возводит в квадрат число. И, соответственно, эти наши требования. Что мы хотим посчитать число, скажем, от тройки, от двойки и вывести на экран сообщение результата. Соответственно, идея заключается в том, что, так как это кэш, то оно должно посчитать один раз и все остальное возвращать из кэша. Собственно, вот реализация. Мы проверяем, было ли это число в кэше. Если его не было, мы должны посчитать. Если оно было, мы просто возвращаем его из кэша. Чтобы удобно было с ним работать, тут Zen есть. Оно, естественно, должно возвращать Deferent объект или Promise, точнее. Как можем это реализовать? Просто создаем Deferent объект. Дальше нам нужно почитать какой-то результат, который там number умножить на number. И вернуть, записать данные в кэш. И все, что мы должны здесь сделать, это записать туда Deferent объект, написать ему разов и передать туда результат. Так просто. Таким образом, в кэш запишется Promise и вернуть этот кэш. Конечно, можно было использовать единый всех. Но оба варианта. То есть сразу возвращают Promise? Да. Все они возвращают Promise. И, соответственно, попробовать его выполнить. Теперь посчитаем. Итак, видно, что первые два числа до тройки, до двойки посчиталось. Посчиталось. В следующие разы оно все взяло из кэша. То есть это самый простой пример. В jQuery каждый объект, на самом деле, может возвращать Promise. И примером тому может быть не только Ajax или самописная функция, а также, например, еще и анимация. Сейчас к ней перейду. В этом примере у нас есть уже немножко HTML. То есть это просто кучка дивов. Для каждого дива мы делаем эффект затухания. И хотим подписываться. Когда затухание пройдет, мы можем написать сообщение на экран. То есть когда у вас, например, это бывает полезно, когда вы заполняете какие-то поля данными. Все остальное, вы можете получить результат выполнения операции. То есть буквально одним подписыванием на Promise от Diva, как видно, он тоже поддерживает эти все deferred объекты внутри jQuery. На них можно подписаться и среагировать на когда все будут выполнены. С таким же успехом работают все остальные функции, такие как whenzen, pipe и все прочее. То есть, как видите, реализация довольно простая. И вроде нет ничего сложного, и как-то и польза довольно сомнительная. На самом деле, не очень большая польза при работе с такими операциями. Вот пример у нас была реальная задача, которую я хотел бы рассказать. Это ее код сейчас. Код ее упрощенный, конечно же. Это RPS Flow. Я писал они в блоге. Сейчас я постараюсь ее показать на экране. Это тоже можно сделать. В чем у нас заключается задача? В том, что, к примеру, у нас большое приложение. Пользователь в нем работает, и где-то там на бэкенде шьются запросы на серию, что-то загружается, что-то сохраняется. Пользователь это неинтересно, естественно, он продолжает работать. Но иногда у нас такие случаются ситуации, что серию тупит. Ну, конечно же, может быть, это проблемы на серии, проблемы с масштабируемостью, проблемы с сети и все остальное. Но была поставлена задача также попытаться передохранителю об этом и на клиенте. То бишь, если шлется отжак запрос, иногда серия у нас уходит в ступор. И, как правило, это бывает не очень часто, конечно же, и не на очень долго. Конечно же, один из способов решить задачу – просто поставить тайм-аут на аджакском, скажем, 5 секунд. Через тайм-аут все свалится с ошибкой. Пользователь напишет сообщение о том, что сервер упал. Он будет, конечно же, недоволен, но тем не менее. Но, как показывает наша статистика, сервер никогда не падает, или никогда, а точнее в 90% случаях через одну минуту восстанавливается. Либо там у нас супербыстрый админ, который подменяет железяки за одну минуту. Но, тем не менее, такая статистика есть. И возникает тогда другая вроде идея. Почему бы этот тайм-аут тогда не сделать одной минутой, 60 секунд? Но тут возникает, на самом деле, совсем другая проблема. То есть, пользователь одну минуту работает, и у него за эти 60 секунд генерируется огромная пачка реквестов, которые идут на сервер и ждут респонса. И когда проходит одна минута, во-первых, две проблемы. Сервер может как бы и не подняться уже, тогда получится все, что делал пользователь целую минуту – все пропадет. Он будет еще более злой, чем через те 5 секунд, что не есть хорошо. Или, если сервис все-таки через эту минуту восстановился и начал работать, на него, получается, с всех клиентов идет целая гора этих реквестов, огромная тонна, которая лавинообразна, его просто дальше давят, и он обратно ходит в состояние, из которого только что вышел. Как это можно довольно просто решить? Буквально 10 строк тут этой функции, 10 строк на jQuery – вот это, наверное, и все. Сейчас. Да, так, все, наверное, если удалить лишние пробелы, которые были натыканы, сейчас собирает все уместить. То есть это простой объект. Я начну все-таки сначала. Создав экземпляр которого, в нем всего лишь есть несколько параметров. Первый параметр – это просто счетчик активных запросов и две, скажем, перемены, которые берутся, скажем, из конфигурации. Количество допустимых запросов одновременно, которые идут не больше, скажем, трех секунд. То есть это берется из конфигурации. В данном случае мы стараемся сообщить пользователю о том, что произошла какая-то ошибка, когда у него имеет списки в очереди запросов более трех, которые идут более трех секунд, скажем, для упрощения задачи. То есть на самом деле кажется, что задачу решить не так уж и просто. И мне так казалось. Что это довольно много кода. Но на самом деле с использованием deferred это решить довольно просто. То есть это просто в раппер над jQuery и jQuery запрос. Таким же способом можно там где в раппер над post или get. На самом деле неважно. В котором, я начну с конца, в котором на самом деле он просто проверяет проверяет очередь, то есть этот свой счетчик. Если в очереди запросов нет, он выполняет этот реквест и возвращает назад promise, на который опять же клиентский код подписывается и выполняет свои действия. В противном случае, если очередь заполнена, он в данном случае просто сообщает в конце, что слишком много ждущих запросов и при помощи метода pipe ставит в очередь новый запрос к предыдущему. Это предотвращает от того, что когда сервер все-таки вернулся, запросы на него кинутся все сразу. На самом деле в этом случае они будут выполнены по очереди. Конечно, это медленнее, но будет. Но сервер, который и так будет загружен, можно таким образом его разгрузить. А внутри же оно просто добавляет ему дополнительный флаг, типа long, и добавляет timeout. То есть оно просто через 3 секунды проверяет состояние этого реквеста. Если он был все еще в состоянии ожидания, то есть не было респонса от сервера, он увеличивает свой счетчик и ставит ему флаг, что он был длинный. Дальше подписывается на event always. То есть event always придет всегда. Независимо от того, был ли это успешный запрос от сервера, либо он напал с nameout. Он проверяет этот флаг и, соответственно, уменьшает этот счетчик. То есть довольно примитивная функция, которая на самом деле решила довольно сложную задачу. Ну не сложную, но не самую простую задачу в нашем случае. Ну и, собственно, на блоге можно почитать другие примеры, которые мы решили с помощью deferred. Ну, собственно, это все. Основная часть, которую я хотел показать. А что будет, если в момент ожидания сервера больше решит перейти на другую страницу? Ну, в смысле, куда я дену свои данные? Просто перейти на другую страницу или закрыть вообще браузер? То есть данные пропадут, получается? Ну, данные пропадут, которые не были, не были, ну, сохранены серые. Конечно же так. Ну, я просто не представляю, как можно это сохраниться. Конечно. Ну, там тоже на самом деле есть куча кэши и кроме локал-аналога локал-сторидж, там есть даже и базы данных и все остальное, но это немного не та тема. То есть это на самом деле... Да, конечно, вы сначала можете ложить это все в буфер, свой кэш, который хранится на клиентской страничке и только оттуда уже слать эти сообщения на сервер или нет. Ну, это как бы немного другая опера. Ну, собственно, все, что я хотел еще сказать, это о том, что все сегодняшние примеры можно увидеть на JSFiddle и собрал соответствующий проект на GitHub'е. Лабс, который представляет себе не что иное, просто как SPN-приложение, в котором есть все почти те же самые примеры. Единственное, что они выполнены уже с использованием TTD, просто на самом деле с Jasmine Tools'ой, которая запускает тесты и, собственно, все эти примеры можно там увидеть и попробовать. Какой ссылочку? А, ссылочку, конечно же. Сейчас. О, блин, последняя куда-то улетела вниз. Антон Самарсов. А, да, собственно, это находятся примеры на JSFiddle. Это, ну, наверное, проще все-таки зайти на мой аккаунт на GitHub, и дальше там буквально уже первый проект. Называется jQuery Deferred Labs. Собственно, пример, это тот пример, этот MVC-приложение, которое можно попробовать и посмотреть, как оно есть. Кроме этого, в интернете, если просто набрать в Google Deferred, можно найти кучу примеров, как люди с помощью их решать различные задачи. К примеру, валидация, анимация и все остальное. То есть не только на jQuery, а также используя Node.js и все остальное. А, еще вопрос. Да, да. То есть Deferred — это часть, jQuery или это плохим jQuery? Нет, на самом деле, Deferred объекты встроены в jQuery, более того, они встроены уже в jQuery Mobile. То есть это неотъемлемая часть, на самом деле, уже jQuery, начиная с версии 1.5. И каждый объект jQuery, будь то Deep, как я показывал, может возвращать этот promise и с ним можно работать. А с memory leak'ами? На самом деле, есть тесты в интернете, тоже, наверное, интересовался этим. Там, где сравнивали Deferred объекты по производительности, по memory leak'ам. Такие проблемы были в версии 1.5, но в версии 1, по-моему, 6 какой-то там, это по фиксере. То есть теперь таких проблем уже нет. По крайней мере, воспроизвести этим людям уже не удалось. Какие проблемы с жесткой связанностью с помощью вируса? Или он только асинхронность добавляет? Какие проблемы? Я не понял. В жесткой связанности модулей. Ну, например, там… Нет. Ну, на самом деле, да, можно попробовать это решить. Но, на самом деле, жестко связанность модулей. Возможно, там лучше поможет какой-нибудь Knockout.js или Backbone.js. Это просто хелпер, простой хелпер для решения таких асинхронных операций. Вот и все. Спасибо. Довольно простой и в то же время мощный в использовании. Ну, собственно, если это все, тогда все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И ТРИЛЬЕЙ НАЧСКОСТРА АПЛОДИСМЕНТЫ